Сегодня я хочу рассказать вам про один замечательный редактор кода, он относительно недавно появился, это Visual Studio Code, редактор который распространяется полностью бесплатно и разрабатывался компанией Microsoft. Этот редактор мне очень сильно понравился и сейчас я полностью пользуюсь им и хочу вам тоже показать, возможно вы тоже захотите его использовать. И раньше я пользовался редактором Brackets, также я пользовался Sublime Text, но сейчас я пользуюсь вот этим вот редактором, потому что он включает в себя вообще все положительные стороны большинства из этих редакторов. Также конечно есть редактор Atom, ну и некоторые другие, но здесь есть практически все функции, которые ранее я встречал в других редакторах. И это очень удобно, все функции в одном редакторе, не нужно постоянно придумывать какие-то новые способы, чтобы сделать то или иное действие, а здесь все очень просто и легко достигается. Давайте сейчас скачаем и установим его, а потом я расскажу о большинстве его функций и покажу вообще, что этот редактор может. Давайте напишем Visual Studio Code, можно написать VS Code, вот она первая ссылка у нас, переходим на официальный сайт Microsoft и здесь есть кнопочка Download, она автоматически посмотрит вашу операционную систему и предложит. Но если по какой-то из причин она это не сделала, можете нажать вот здесь стрелочку и выбрать стабильную версию для нужной вам операционной системы. Сейчас нажимаю скачать и у нас должна начаться загрузка. Нажимаем сохранить файл и ждем пока у нас произойдет загрузка. Также хочу сказать, что здесь вот у нас сейчас страница с документацией официальная, можно ей пользоваться, она на английском языке, но тем не менее здесь все довольно подробно и понятно описано и я надеюсь эта информация вам тоже пригодится. Итак, я запускаю файл, нажимаю запустить и у нас идет обычная стандартная установка, здесь нет ничего сложного, нажимаем далее, указываем путь. Если нужно создаем ярлык, здесь если мы галочку оставим, то надо будет перезагрузить компьютер, но ничего страшного, выполним эти действия и после этого мы продолжим рассматривать этот редактор. Сейчас у нас происходит первый запуск редактора, мы здесь сразу видим слева у нас проводник и здесь различные действия. Создать файл, открыть папку, также здесь у нас есть последние наши проекты, если они были у вас, у меня ранее стоял этот редактор, поэтому у меня здесь есть уже папки. Справка и некоторые настройки. Сейчас я хочу вам показать на своем примере, как я настраиваю данный редактор и по пути буду рассказывать сразу же о некоторых функциях. И тем самым покажу свой способ настройки редактора для того, чтобы было как можно более удобно им пользоваться. Сразу хочу заметить, если мы сейчас создадим новый файл здесь, пусть он будет тип HTML и смотрите, привычный нам Emmet, я надеюсь вы все уже о нем знаете, работает здесь по умолчанию. То есть он у нас установлен, это конечно же довольно приятно. Если вы не знаете про плагин Emmet, то обязательно посмотрите на моем канале видео, здесь появится ссылка и также она будет в описании. И для начала смотрите, я хочу показать какая у меня стоит тема, здесь в параметрах мы можем выбрать цветовая тема и у нас есть некоторые готовые темы. Я выбрал Monokai, это точно такая же тема как в Sublime Text, вы видите у нас и она мне очень сильно нравится, подходит больше всего. Также сразу хочу установить несколько плагинов, у нас вот здесь вот слева мы можем заметить, первая иконка это проводник, здесь мы можем открыть папку, создавать файлы, удалять файлы и все что мы уже привыкли делать как в Brackets, в Sublime Text, в Atom и во многих редакторах, которые уже поддерживают такую функцию. В принципе здесь ничего нового. Далее у нас есть поиск, очень удобный поиск с заменой, можно выполнять эти операции очень быстро в любых файлах и это конечно же тоже удобно. Также очень приятная возможность это работа с Git, по умолчанию в данном редакторе она встроена, здесь вот на вот этой вкладочке можно работать с репозиториями на GitHub например и когда мы подключим какой-то наш проект, здесь у нас все автоматически появится и это очень удобно, в дальнейшем я буду это демонстрировать, когда мы будем работать с Git. Это очень крутая возможность и мы не обойдем ее стороной. Далее у нас идет режим отладки, это такой режим как в браузере если мы нажимаем F12 и мы можем при работе с JavaScript посмотреть различные переменные, сделать точки останова и найти ошибки или исправить какие-то недостатки в нашей программе. И последняя у нас вкладка это плагины, здесь у нас такой магазин, мы можем сразу же по поиску находить необходимые плагины и устанавливать их прямиком с GitHub. Поэтому сейчас я установлю необходимые плагины, расскажу вам про них и вы уже решите стоит ли вам их устанавливать, может быть вы установите некоторые из них, а может быть даже все. Сразу хочу заметить, что у меня здесь сейчас русский язык, но это потому что у меня настройки сохранились с предыдущей установки Visual Studio, у вас скорее всего будет он на английском. Если вы хотите его русифицировать, то необходимо вот здесь вот в плагинах написать Russian, вот у нас предлагается от Microsoft Russian Language Pack. Мы его устанавливаем, перезагружаем редактор и у вас все автоматически станет русскоязычным, вот таким вот как у меня сейчас. Поэтому если вам необходимо это сделать, то пользуйтесь вот таким вот набором русификации. Далее я устанавливаю Beautify. Вот он самый первый у нас находится. Нажимаем установить и готово. Давайте сразу сейчас установлю все плагины, а потом мы один раз перезагрузим редактор, чтобы каждый раз это не делать. Давайте теперь установим плагин Bootstrap V4 Snippets. Вот он у нас. Нажимаем установить. Это готовые заготовки для Bootstrap, которые позволяют нам сразу вставлять какие-то элементы. Типа слайдеров, карточек и всего остального, что есть на Bootstrap. Очень полезный плагин, более 100 различных конструкций он поддерживает. Но сейчас я вам про все это расскажу. Также я устанавливаю SAS, так как я пользуюсь сейчас этим припроцессором. Для того, чтобы поддерживалась подсветка этого синтаксиса, надо установить данный плагин. Также вот здесь у нас сразу появился Live SAS Compiler. Очень удобная вещь, которая позволяет нам компилировать наши файлы, написанные на языке SCSS и SAS, без необходимости прибегать к сборщикам или к каким-то компиляторам. Например, Koala, который мы ранее использовали. А мы можем это все делать прямиком в редакторе. Это просто замечательная возможность, которая очень сильно упростит нашу жизнь и ускорит работу. Также предлагаю скачать Live Server. Это, можно сказать, одна из самых первостепенных вещей, которая нам нужна. Как я понял, сейчас Live Server установился вместе с Live SAS Compiler. Поэтому на этом, в принципе, все плагины, которые я ставлю, наверняка закончились. И давайте еще раз пробежимся по списку. Beautify для того, чтобы форматировать файлы. Bootstrap Snippets – готовые сниппеты. Live SAS Compiler для компиляции препроцессора. Live Server позволяет нам сразу же редактировать какой-то файл и видеть изменения в браузере, без необходимости это обновлять. Russian Language Pack – это наш русификатор. И SAS, собственно, позволяет нам подсвечивать синтаксис. Итак, сейчас я открыл папку с проектом. У нас, вы видите, здесь есть мини-карта, такая же, как в Sublime Text. По центру у нас находится рабочая область. Здесь у нас вкладки с файлами. Слева у нас находится проводник, либо какое-то другое меню из вот этих вот доступных. Например, поиск, GitHub, ну и так далее, которые мы уже рассматривали. Здесь вот снизу такая вот шестеренка. Это у нас различные настройки. Можете, в принципе, сами их посмотреть. Также они вот здесь доступны у нас. Также очень удобно просматривать сочетание клавиш. В отличие от Sublime Text, например, вы видите, здесь все очень удобно. Можно найти по поиску какое-то интересующее нас действие. И посмотреть горячие клавиши для того, чтобы ускорить свою работу. Также смотрите, встроенная функция здесь есть наподобие Beautify. Например, у нас сбиты пробелы или табуляции. Где-то стоят отступы. Мы нажимаем Alt Shift F и у нас все автоматически выравнивается. Также, если мы хотим воспользоваться плагином Beautify, например, сейчас я собью отступы, то мы можем сделать это следующим образом. Мы нажимаем Ctrl Shift P и вот здесь пишем Beautify. Начинаем писать. И вы видите, Beautify File. Нажимаем и у нас все полностью везде красиво выстраивается. Все наши отступы, все наши табуляции автоматически выставляются. Снизу привычное нам уже меню. Здесь мы видим положение курсора, пробелы или табуляции. Например, мы можем выбрать отступ с помощью табуляции и будем использовать три табуляции. После этого мы нажимаем Alt Shift F и у нас все перестраивается, весь наш документ. Кодировка. Далее мы видим тип файла. Вот здесь вот можно его настраивать. Видите, огромное количество файлов поддерживает данный редактор. Здесь можно писать даже на языках программирования типа C++, если есть такая необходимость. И, конечно же, возможности здесь очень большие. И смотрите, у нас две кнопочки. Самые первые нас сейчас интересуют. Они у нас появляются после того, как мы установили Live Server и Live SAS Compiler. Поэтому, если мы нажмем кнопку Go Live, у нас откроется браузер. И в нем уже сразу будет наш проект отображаться, который мы можем редактировать. Теперь также посмотрите, если мы что-то здесь изменим, например, вот так вот я сейчас сожму, и вот этот вот текст, к примеру, я хочу поменять. То я нахожу просто это место, меняю здесь текст, сохраняю файл. И автоматически вы видите, как он в браузере у нас обновился. Вы можете разделять так окно на две части, и тем самым будет удобно видеть и результаты в браузере, и редактор кода у вас будет всегда под рукой. Также смотрите, у нас здесь есть такая кнопка Watch SAS. Нажимаем ее сейчас, и она начинает у нас просматривать файлы типа SAS и SCSS. Появляется вот такая вот у нас консоль. Можно ее немного свернуть вниз, но ни в коем случае закрывать ее нельзя. Зачем оно нам нужно? Посмотрите, если мы работаем с файлом SAS, вот здесь у меня сейчас наглядный пример, то мы можем изменить какой-то код. Вот таким вот образом, например. Сохраним, и у нас автоматически все здесь изменилось. Посмотрите, как быстро у нас поменялся макет. Полностью, буквально за счет одной переменной, у нас просто все цвета поменялись. Таким вот образом мы можем изменить вот эту вот переменную, например, на такой цвет. Здесь поставить более светлый. И вот сюда вставляю точно такой же цвет, сохраняю. И у нас весь макет перестраивается, все градиенты работают. Везде вот у нас, вы видите, цветовая тема сохраняется. И таким вот образом у нас компилируются файлы SAS с помощью одного единственного плагина. Это, конечно же, очень удобная функция, и этот плагин, можно сказать, просто must-have-ный. Один из самых лучших, который нам будет требоваться. Также посмотрите, как пользоваться плагином Bootstrap Snippets, который мы установили. В любом свободном месте мы нажимаем Ctrl-пробел, и у нас появляется вот такой вот огромный список. Здесь более 100 сниппетов, которые мы можем выбирать. И посмотрите, если мы выбираем, например, к примеру, мы хотим добавить карусель. Нажимаем вот этот вот сниппет, карусель, он здесь так и называется, все довольно понятным языком. Вот у нас появляется карусель со всеми элементами. Очень быстро и просто мы ее добавили. Или, например, сейчас я хочу создать контейнер. Вот у нас контейнер предлагают сразу же. Нажимаю Ctrl-пробел и хочу, например, добавить карточку. Выбираю Card Full. Нажимаю сохранить. И посмотрите, вот здесь вот добавилась карточка. Сразу же готовая, со всеми необходимыми нам стилями. Появилась у нас в самом верху. И таким вот образом мы можем выбирать абсолютно любые плагины из всех доступных. Здесь их очень много. Видите, готовые кнопки, ссылки, все эти дропдауны, выпадающие менюшки, различные формы, списки, модальные окна, навбары, меню и все остальные элементы Bootstrap здесь у нас доступны. Поэтому при работе с Bootstrap это очень полезный плагин, чтобы постоянно не лазить по сайту документации и не искать, какие классы нужно прописывать. Можно вот таким вот образом, очень просто и быстро, вставить готовые фрагменты Bootstrap-овских элементов. Также здесь есть функция разделения экрана. Если мы на нее будем нажимать, у нас будут появляться все новые и новые экраны. После этого у нас может сбиться наш файл вот таким вот образом. То есть включить перенос строки и вы видите, здесь у нас полоса прокрутки. Вот здесь вот в меню Вид можно включить его обратно и у нас все будет нормально переноситься, тем самым будет удобно пользоваться. В разделе терминал мы можем создавать здесь прямо консоль, терминал и пользоваться здесь, вводить какие-либо команды. При работе с ГИТом это очень удобно. И, конечно же, в дальнейшем я буду показывать возможности ее использования. Также хочу показать вам возможность настроек. Здесь они очень огромные. Заходим в параметры и посмотрите. Все вот эти вот настройки здесь с русскими комментариями можно полностью вникнуть. Я сейчас не буду их все рассматривать, потому что их огромное количество. на это может уйти очень много времени. Но вы обязательно здесь посмотрите, какие-то настройки вам захочется изменить. Вы видите, здесь сразу же есть автосохранение файлов, например, размер шрифта, сам шрифт. Вот здесь слева они также очень удобно отсортированы по категориям. То есть, например, вот у нас миникарта и все, что с ней связано, можно настраивать. То есть, рабочее место, например, внешний вид, окно, какие-то функции. Даже все плагины, которые мы устанавливали, можно здесь настраивать. Поэтому внимательно посмотрите, вникните и, возможно, вы сделаете свою работу еще более простой. Также здесь есть удобная функция, как в Notepad++. Например, мы выбираем спан и мы видим, что он здесь у нас подчеркивается. Или, например, если мы выберем div, мы видим, где он заканчивается и все остальные div нам тоже выбираются. С помощью Ctrl-F, если мы напишем div, то мы видим совпадение, сколько их у нас на странице, 134. И вот здесь справа видите такие желтые фрагменты, то есть, где у нас повторяется div. Например, если мы введем спан, мы видим, здесь вот 4 спана у нас есть и внизу 1, 2 и 3 спана. Поэтому тоже довольно удобная функция. Здесь справа навигационное вот такое вот меню по поиску, которое очень упрощает работу. И сейчас я хочу вам показать пример очень быстрой верстки одного единственного блока. Давайте сейчас создадим контейнер, внутри него row и call. Вот таким вот образом. Далее нажимаем Ctrl-Пробел. Теперь я хочу добавить здесь карусель. У нас автоматически появляется 4 курсора в этих местах. Мы нажимаем, мы здесь пишем необходимый нам идентификатор сразу в этих местах всех. И если мы захотим в другом месте так использовать, нажимаем Alt и просто ставим курсор в несколько мест. Вот таким вот образом. Теперь я удаляю содержимое нашего элемента. Создаю здесь новый row. здесь у нас будет call md 3 умножить на 3. Вот таким вот образом. Выставляем здесь курсоры. И с помощью Ctrl-Пробел добавляем карточку. Вот таким вот образом. И вот здесь я хочу в контенте заменить содержимое. Пусть будет улором 20. Нажимаю Tab. Сохраняю. И можно посмотреть в браузере, что у нас получилось. У нас получилась вот такая вот карусель. Пока что не очень красивая, но это буквально простым образом изменяется. Вот здесь мы напишем Justify Content Center. И мы видим, что у нас уже все стало по центру. Здесь у нас есть стрелочки. И вот так сейчас буквально за несколько секунд мы создали вот такой вот большой фрагмент кода. это у нас карусель. Она полностью рабочая. Внутри нее стоят карточки с текстом. Конечно же, сейчас здесь нет никаких стилей. То есть все стили стандартные. Но при необходимости в дальнейшем мы можем также их прописать. Это был простой пример, как быстро можно писать, зная все возможности плагинов, которые у нас есть. Например, Emmet, Snippet и Bootstrap 4. И пользуясь всеми удобными функциями редактора, такими как поиск, множественное выделение и многие другие функции, которые я вам сегодня показал, можно достигать вот таких вот результатов. Я надеюсь, данное видео было полезно. Вы увидели этот редактор на практике, на деле. Я вам показал свои настройки. Мы установили некоторые плагины, посмотрели, как работать с препроцессором, как компилировать файлы типа SCSS, запустили сервер для того, чтобы автоматически обновлять страницу в браузере и просматривать наши результаты. Познакомились с меню, с навигацией, с некоторыми функциями, рассмотрели немного различные варианты настроек редактора. И вы уже полностью можете выбрать, нравится ли вам этот редактор по внешнему виду, по его функционалу. И если он вам понравился, то вы можете его установить, настроить, покопаться немного в файлах с настройками и у вас будет очень хороший редактор с большим набором инструментов, который очень сильно упростит работу. Самое основное, что я очень часто использую, это при наборе кода, это клавиша Alt у нас здесь позволяет добавлять несколько курсоров. Вот таким вот образом мы можем добавить курсор в несколько мест и сразу редактировать. здесь это выполняется при помощи клавиши Alt. И еще одна популярная комбинация это Alt, Shift и стрелка вниз, например, добавляет дубликат строки чуть-чуть ниже, а если нажмем Alt, Shift, стрелка вверх, то она появляется у нас сверху. И еще одна очень популярная комбинация клавиш это у нас Alt, Shift, F. Например, у нас сбито форматирование, мы нажимаем Alt, Shift, F и у нас выполняется формат. Работает это в HTML и CSS файлах. В других файлах я использую плагин Beautify и о нем расскажу немного позже. Это, в принципе, основные комбинации клавиш, которые здесь я применяю практически постоянно. Также эти комбинации клавиш вот здесь в параметрах сочетания клавиш можно посмотреть, переназначить и их здесь действительно огромное количество, поэтому если вас что-то интересует можете в поиски вбить и вот например я могу найти команду выбрать все вхождения найденных совпадений Ctrl, Shift, L поэтому вот этим инструментом пользуйтесь по поиску что-то находите и узнаете сочетание клавиш здесь все очень просто в отличие от других редакторов вам не нужно где-то что-то гуглить сразу можно все посмотреть также можно нажать F1 и вот здесь любую команду которая вас интересует приблизительно если вы знаете что вы хотите сделать то вы можете найти по поиску вот я сейчас нашел форматировать выделенный фрагмент Ctrl, K Ctrl, F как вы видите или форматировать весь документ Shift, Alt, F и все примерные результаты по вашему запросу здесь находятся и вы сразу видите сочетание клавиш поэтому с помощью F1 тоже можете что-то находить теперь давайте перейдем вот сюда в раздел расширение и вот у меня установлены сейчас расширения их не так-то много первый из них Beautify вот вы можете посмотреть автора если вас заинтересует чтобы установить именно тот же самый плагин потому что бывают многие плагины с одинаковыми названиями но от разных авторов и как им пользоваться в принципе он точно так же форматирует файлы но он еще работает в JS файлах например в SCSS и во многих других вот так вот выбираем какой-то фрагмент нажимаем F1 и пишем Beautify вот мы находим Beautify файл нажимаем и вы видите что у нас все форматировалось стало очень красиво все табуляции выставились поэтому вот так вот просто можем этим плагином пользоваться как вы видите тоже с помощью F1 я его вызвал далее bracket PairColorized такой вот плагин он у нас подсвечивает разные скобки очень удобно при наборе кода на JavaScript например видеть свои скобки когда их очень много вот вы видите сейчас на примере показывается вот таким вот желтым цветом наша текущая скобка если я выберу другую скобку цвет у нее другой и показывается где у нее закрывающая скобка и так любые из вот этих вот всех фигурных скобок можно очень быстро найти ее конечную закрывающую скобку если у вас большой код и много вот такой вот вложенности различных циклов условий то это конечно же очень удобный плагин поэтому называется он вот таким вот образом от этого автора можете ставить и пользоваться далее git history div я использую его при работе с гитхабом также здесь есть стандартная возможность работы с гитхабом но это вшитая возможность редактора о ней я рассказывал в другом видео если вас это интересует то можете посмотреть подробнее но сам вот этот плагин он позволяет нам просматривать различные изменения и вот здесь как вы видите все эти коммиты если вы знаете что это такое на гитхабе можно их просматривать в данном проекте нажимаем на какой-то коммит открывается вот здесь все изменения и мы можем вот в таком вот очень удобном виде с разделением экрана посмотреть что было удалено что было добавлено и так далее все изменения в любых файлах мы можем просматривать как вы видите это очень удобно поэтому данный плагин я использую постоянно это git history div далее самый основной плагин live server он ставится практически сразу же у меня и у вас очень много вопросов по нему возникало как его запустить например но здесь все очень просто у нас при открытом проекте есть вот здесь снизу кнопка go live мы на нее нажимаем и у нас сразу же запускается локальный сервер и все что мы будем делать в редакторе сохранять у нас здесь автоматически будет обновляться бывает такая ситуация что этой кнопки здесь просто нету возможно это какой-то баг но это в принципе не такая уж большая проблема нам единственное что требуется вот здесь нажимаем на файл index.html правой кнопкой мыши open with live server как вы видите нажимаем и у нас происходит то же самое вот у нас открылась наша страница и можно уже работать это у нас расширение go live которое позволяет нам очень быстро синхронизировать код наш с браузером и видеть все результаты сразу же как только мы здесь их сохраним далее у меня стоит расширение material icon.tm добавляет у нас вот такие вот различные иконки для разных типов файлов выглядят они примерно вот таким вот образом вы видите что для git хабовских файлов у нас своя иконка для html своя для изображений также для папок у нас везде выставляются соответствующие иконки и их здесь действительно огромное количество даже если вы занимаетесь не веб-разработкой а например программированием в данном редакторе что тоже вполне вероятно можно писать на любом языке в принципе и здесь как вы видите любые расширения файлов поддерживаются вот например c++ также python и все остальные языки здесь поддерживаются поэтому очень красивые иконки добавляются и становится намного приятнее на глаз все это воспринимать следующее material theme это добавляет у нас дополнительные темы в редактор и эти цветовые темы можно выбирать следующим образом вот эта тема сейчас которая у меня стоит она называется смотрите как мы заходим в параметры цветовая тема или же ctrl-k плюс ctrl-t и вот она моя тема material theme pollinite height contrast то есть если вам она нравится можете ее также установить именно после вот этого плагина material theme также здесь есть другие различные темы ocean darker и там какая-то стандартная например вот она стандартно выглядит вот так посмотрим другие варианты вот эта тоже неплохая и так далее ставите уже ту которая вам больше нравится также тема monokai это тема как в sublime text если вам нравится то можете использовать я очень долгое время пользовался ей но сейчас пока что для разнообразия я использую вот эту вот тему как вы видите здесь очень просто эти темы менять через параметры можно их выбирать также можно установить дополнительные темы и вот у нас найдется в магазине расширений различные темы вы можете ознакомиться тут в основном бывают сразу же примеры как все это выглядит вы можете посмотреть а потом уже решить устанавливать или же нет также тема Dracula очень популярная во многих редакторах можно ее сейчас установить для интереса и посмотреть как она будет выглядеть вот есть у нас вариант Dracula и Dracula софт давайте попробуем просто Dracula поставить вот такие вот здесь цвета если кому-то нравится то можете использовать и также вариант софт есть здесь немного как я заметил меняется наш сайдбар но я пока что оставлю так как у меня было поэтому мне вот эта тема сейчас очень сильно нравится далее в расширениях у нас идет Russian Language Pack это у нас просто локализация редактора она официальная от Microsoft и все сделано очень качественно в отличие от других редакторов таких как Sublime здесь локализация происходит всего редактора поэтому у вас весь редактор будет на русском языке и меню и сайдбар слева и вообще какие-либо дополнительные возможности поэтому если вы любите пользоваться на русском языке то ставите этот плагин если же вам и на английском все нормально то этот плагин ставить не нужно потому что у вас автоматически все станет на русском языке и последнее что у меня сейчас установлено на данный момент это SAS просто подсветка синтаксиса SAS и SCSS появляется и поддержка такого типа файлов если вы без этого плагина будете пытаться писать на этом препроцессоре то у вас например Emmet не будет работать в этих файлах и подсветки синтаксиса также не будет поэтому данный плагин я установил и у меня все корректно работает также есть плагин LiveSAS Compiler которым я очень долгое время пользовался он позволяет компилировать SAS файлы в очень простом режиме поэтому вы его можете установить и пользоваться единственное что нужно нажать это вот здесь снизу также появится дополнительная кнопочка LiveSAS и вы нажмете на нее и у вас все файлы будут компилироваться поэтому здесь не вижу смысла дополнительно про это показывать вы вполне сами справитесь если вас это интересует но сейчас я компилирую препроцессоры через GALP также на канале есть уже три видео урока по GALP и вы можете с ними ознакомиться изучить данный сборщик и конечно же с помощью него также можно и компилировать и делать многие другие операции но а это что касается у нас данного редактора и расширения которые у меня в нем установлены также насчет настроек самого редактора здесь нажимаем файл параметры и переходим в параметры как вы видите вот здесь все эти настройки можно также с помощью поиска находить и изменять в удобном формате все так же у нас на русском становится после установки того плагина и здесь все понятно можно настроить вот здесь есть сортировка по разным типам например сам редактор поменять шрифт курсор форматирование миникарту и так далее рабочее место окно и многое другое даже есть настройка отдельная для каждого из этих плагинов то есть вы можете зайти в каждый из плагинов который у вас установлен и посмотреть какие есть настройки и при необходимости их изменить поэтому здесь нужно внимательно не спеша ознакомливаться если вас какая-то настройка интересует просто переходите вот сюда и с помощью поиска находите то что вам нужно также вот здесь справа вверху есть открыть параметры json то есть у нас открываются настройки редактора вот в таком текстовом формате они у нас аналогичны вот этим настройкам просто здесь если вы знаете какую-то команду то можно вот так вот удобно сразу ввести например если вы хотите какие-то настройки у меня позаимствовать вместо того чтобы их вот здесь вручную очень долго искать вы можете просто добавить например вот эту строку editor font family и изменить шрифт консоли с monospace у меня установлен и например размер шрифта установлен 16 вы можете две вот такие строки здесь ввести и у вас сразу же эта настройка автоматически изменится во всем редакторе и вот тут в настройках если вы ее вручную найдете то также заметите что там эти параметры изменились поэтому вот тут можно это все указывать также как вы видите здесь указан путь до git для того чтобы все корректно работало выставлена вот она тема у нас автосохранение файлов выставлены иконки файл по умолчанию который создается когда мы делаем создать новый файл он у нас будет по умолчанию html в моем случае и также например есть вот командная строка это kmd exe по умолчанию здесь все эти настройки также можно менять если вы в интернете например нашли какую-то настройку в текстовом формате но не знаете куда ее добавить то вот в это место вы ее вставляете и сохраняете этот файл с помощью ctrl s в принципе здесь с настройками все понятно и просто я думаю а также хотел показать вам что здесь есть терминал если вы еще не знаете и открывается он с помощью вот этой вот команды в меню или же нажатием ctrl плюс тильда на клавиатуре вот у нас появляется терминал и автоматически сразу у нас выставляется папка та в которой мы сейчас находимся наш проект то есть мы можем сразу же здесь выполнять какие-то действия если вы работаете с галпом или с гитом то это очень удобно открываете терминал вводите команды я не один раз уже показывал в своих других видео уроках и мы работали с терминалом поэтому вы можете здесь все операции также выполнять у нас частенько бывает такая ситуация когда мы написали какой-то html код и нам нужно начать оформлять стили то есть сначала мы обычно делаем разметку все примерно прикинули раскидали по блокам закинули весь текст картинки у нас получилось что-то вот на подобии этого а в большинстве случаев намного больше такой довольно большой кусок кода там 20-30 строк html с разными классами айдишниками и прочим и наступает момент когда нужно это оформлять в css и мы вот эти вот классы вот так берем копируем вот сюда переносим и начинаем что-то здесь оформлять это конечно же очень надоедает однотипная такая вот рутинная работа и хочется как-то оптимизировать в редакторе брекетс был свое время такой отличный плагин назывался css fear возможно вы знаете я про него тоже рассказывал когда показывал обучающие видео по данному редактору но потом как-то при переходе на другие редакторы такого аналога вроде не было я пару раз попробовал найти и после этого прекратил но сейчас возобновил поиски нашел отличное решение у нас вот здесь в магазине расширений можно скачать вот такое расширение vs.html to css вот страница данного расширения можете посмотреть скачать именно его чтобы соответствовал автор и сейчас я покажу как им пользоваться здесь есть описание настройки какие-то все предельно просто и понятно смотрите как это работает мы берем наш html код который написали выделяем нужный фрагмент нажимаем ctrl shift p и здесь пишем html у нас вот появляется html to css generate или же alt x сочетание клавиш можно использовать его конечно же это будет быстрее или вот так вот через это меню вызывать все предельно просто нажимаем эту кнопочку у нас в буфере обмена теперь появился css заходим в файл css наш стилей просто вставляем ctrl v и вы видите что у нас вставили здесь все наши css селекторы если вы делаете здесь достаточно грамотную разметку что-то наподобие бэм ну или хотя бы просто более как-то логически продуманные классы всему этому даете то у вас будет очень это все прекрасно работать как вы видите здесь у меня вставилось все наши классы которые я называл карт и дальше у нас карт текст и body и так далее также вставились вот у меня от иконок классы ну и в принципе вот так вот быстро удалить намного быстрее что-то удалить чем вот это все вручную добавлять вот эти скобочки проставлять и как вы видите у нас готовая вот такая вот структура если html будет намного больше а так скорее всего у вас и будет то это еще сильнее будет заметно вам ускорять время поэтому вот такое вот расширение я нашел спасибо автору отлично расширение работает шикарно есть настройки например горячие клавиши можно изменить и добавить игнорируемые какие-то css селектор например вот контейнер row здесь добавлены по умолчанию и они не будут у вас сюда переноситься то есть вы каждый раз не хотите переоформлять например класс контейнер поэтому он здесь появляться и не будет вы его один раз оформили так как вам требуется это очень радует и действительно продуманное расширение поэтому пользуйтесь если вам нравится оно действительно поможет ускорить время и теперь я буду им пользоваться постоянно надеюсь это видео было вам полезно если вы так же как и я искали аналоги то вот наконец-то мы его нашли и теперь будем все делать намного быстрее хочется чтобы ваш редактор выглядел красиво и при этом ваше зрение не уставало для этого существуют различные темы некоторые из них более удачные некоторые не очень и сейчас мы рассмотрим какие же они существуют и я здесь подобрал для вас 5 лучших тем но их будет больше потому что когда мы устанавливаем какое-то расширение с темой иногда устанавливается несколько вариантов цветового отображения для одной темы и поэтому они являются как несколькими темами сразу на пятое место я поставил тему Atom One Dark если вы фанат редактора Atom то наверняка вам эта тема понравится мне же она не очень нравится потому что здесь слишком много оранжевого красного и фиолетового как мне кажется но в целом тема достаточно приятная и очень хорошо цвета подобраны и глаза не будут сильно уставать следующая тема называется Horizon тем выглядит она следующим образом на странице с этим расширением и здесь есть несколько вариантов данной темы сейчас применим самый стандартный видим как все выглядит здесь еще больше красного цвета она намного темнее и конечно же мне кажется что здесь цвета подобраны не очень хорошо но возможно она вам понравится в CSS все выглядит таким образом здесь очень много оранжевого в JavaScript я заметил очень много фиолетового тема от GitHub сразу же включает в себя две темы светлую и темную и сейчас мы посмотрим как они выглядят эта тема мне уже нравится намного больше и темная ее версия очень хороша здесь нету большого количества каких-то одинаковых цветов достаточно все красиво выглядит как вы видите в основном белый и серый цвет но в CSS также присутствует много синего и фиолетового цвета в целом тема выглядит очень хорошо есть еще светлая версия но ее бы я не рекомендовал конечно к использованию выглядит она следующим образом и это уже делайте на свой страх и риск ван монакай тем одна из моих самых любимых тем я постоянно ей пользовался до этого момента и если вы знаете есть тема монакай она вшита в VS Code эта тема была еще в редакторе Sublime это очень крутая тема многим она нравилась и мне в том числе можно пользоваться стандартной но есть еще ван монакай тем здесь очень шикарно подобраны цвета не возникает никакого диссонанса все красиво гармонирует и в своем личном рейтинге я поставил ее на второе место между темой Дракула и ван монакай у меня конечно были большие вопросы какую же поставить на первое место но сейчас я использую именно Дракулу и поэтому я ее поставил на первое место здесь есть версия с более мягкими цветами и обычная Дракула поэтому можно выбрать какие вам больше цвета нравятся выглядит все следующим образом конечно все выглядит достаточно ярко здесь много зеленого фиолетового розового оранжевого цвета но при всем при этом тема выглядит очень хорошо в отличии например от Horizon здесь не возникает какого-то неприятного ощущения и цвета эти все кажутся что подобраны очень хорошо как я написал такой быстрый код на jQuery спросите вы ну конечно же вы не спросите потому что вы видели название видео и уже поняли в чем же здесь секрет но возможно у вас возникает вопрос как создать собственные сниппеты в редакторе Visual Studio Code именно об этом мы с вами сейчас и поговорим наверняка вы знаете что такое сниппеты это фрагменты кода которые позволяют нам использовать какие-то сокращения чтобы сразу писать быстро код плагин Emmet работает примерно по такой же схеме с помощью сокращений мы можем ускорять свою работу и как же создавать их в Visual Studio Code мы заходим в меню файл параметры фрагменты кода пользователя после этого здесь выбираем новый файл с глобальным фрагментом кода и у нас создается файл пишем здесь любое название ему я например сейчас хочу создать сниппет для jQuery и будет он называться документ сохраняем и смотрите как эти сниппеты создаются здесь есть описание можете его прочитать на английском языке и пример давайте все уберем оставим сам пример нас интересует этот код мы сейчас уберем все эти комментарии и после этого я вам расскажу что это все значит вот здесь в кавычках мы указываем название можно писать абсолютно любое чуть позже вы увидите где оно отображается я его назову документ риди и здесь вы уже наверное догадались если писали на jQuery что я хочу написать сейчас за сниппет вот здесь будет у нас сокращение давайте сделаем просто док и по этому сокращению у нас будет вызываться данный сниппет scope здесь указывается тип файла javascript и typescript можно поставить любой я поставлю просто javascript файл чтобы это работало только в файлах js вот таких вот как данный файл далее вот здесь уже пишется код в кавычках и через запятую можно писать новые строки и их может быть любое количество и в description у нас здесь описание давайте сначала напишем описание его можно писать на русском языке как вы видите и все у нас будет работать теперь здесь я хочу написать следующий код на jQuery часто используется такая конструкция как document3d и уже после этого мы можем выполнять любой код здесь поэтому я напишу в первую строку вот такой код в конце у нас здесь должна быть фигурная скобка круглая скобка и точка запятой и вот что это такое доллар доллар и какое-то число у нас позволяет создать свой курсор то есть в каком месте будет находиться курсор сейчас вы поймете зачем это нужно и мы можем делать доллар 1 доллар 2 и с помощью тап после этого переключаться также доллар 0 если мы поставим это сразу у нас последнее значение где будет находиться курсор давайте пока что сохраним вот этот сниппет вот таким вот образом просто нажимаем ctrl s и сохраняем этот сниппет теперь в любом файле gs мы можем написать наше сокращение док и как вы видите у нас появляется здесь этот сниппет вот оно наше сокращение док пишется здесь наше описание полностью загруженный документ который мы указывали вот здесь в description и также мы видим его код вот он весь код и если мы нажимаем тап то у нас этот код вставляется отлично и вы видите курсор у нас находится именно вот здесь так как мы доллар 0 установили в этой позиции смотрите что будет если мы укажем здесь например доллар 1 вот здесь доллар 2 а вот здесь укажем доллар 0 сохраняем и еще раз добавляем этот сниппет как вы видите у нас такими вот тонкими линиями отображается место курсора первое оно стоит у нас здесь в скобках мы можем записать какой-то аргумент после этого жмем тап переходим на следующее место курсора и последний этап когда мы нажимаем мы попадаем в доллар 0 то есть вот в эту позицию и таким вот образом можно выставлять курсоры в любых местах где нам требуется в сниппете я думаю здесь все понятно и сейчас я покажу еще пару сниппетов которые я создам и которые очень часто использую при написании кода на jQuery возможно они также будут полезны и вам первый это у нас для того чтобы написать код document.reedy переходим опять в параметры фрагменты и новый фрагмент создаем и он у нас будет называться function это у нас будет как вы наверное догадались обычная функция теперь я просто скопирую весь этот код и добавлю его сюда что же мне требуется здесь изменить написать здесь название также выставить сокращение пусть будет просто f в описание вставить любое понятное описание оно будет нам полезно если вдруг мы забудем через некоторое время что здесь за код и в код я добавляю вот такой вот код то есть обычная функция открывающая фигурная скобка закрывающая скобка и курсор у нас будет вот здесь внутри устанавливаться сохраняем и проверяем так же как это работает мы пишем f вот у нас появляется наш сниппет нажимаем tab и функция у нас готова как вы видите это анонимная функция без названия то есть она часто используется у нас например при обработчике событий то есть мы пишем какой-то обработчик событий и после этого вот таким вот образом внутри него уже устанавливаем функцию но об этом немного в других видео уроках как раз сейчас я подготавливаю для вас видеокурс подробнейший видеокурс о jQuery там мы будем изучать все подробности этой библиотеки а пока что вы можете подтянуть свои знания JavaScript если вы еще с ним не знакомы также на моем канале есть плейлист по этому языку и также давайте я еще покажу вам два сниппета которые я использую постоянно и они действительно очень сильно помогают мне в работе назову файл select и что же здесь у нас будет обычная выборка jQuery смотрите заменяю на вот такой вот код здесь уже все понятно сокращение jQuery select то есть обычная выборка jQuery мы будем ее часто использовать когда будем изучать jQuery и там можно будет пользоваться этими сниппетами для ускорения своей работы смотрите как это работает на реальном примере мы пишем jQuery и у нас появляется вот такой вот код первая позиция у нас здесь мы пишем какой-то селектор нажимаем tab и уже можем здесь писать какой-то обработчик события внутри вставить уже по нашему сниппету функцию с помощью сокращения f и вы видите что вот так вот очень быстро у нас появился этот код и последний сниппет который я показывал вам в начале это консоль лог часто для отладки необходимо бывает выводить что-то в консоль чтобы там посмотреть какие-то результаты поэтому также я создал сниппет который сразу же вместо того чтобы писать консоль точка лог открывать эти фигурные скобки и там писать что-то внутри я делаю вот такой сниппет с помощью сокращения лог он у нас будет вызываться и теперь мы пишем лог вот он у нас появляется это наш сниппет следующий идет уже стандартный здесь такой же уже был наподобие но он у нас работает как вы видите без кавычек а тот который я написал сейчас он работает уже и с кавычками то есть вот здесь сразу можно внутри писать например какую-то строку и как вы видите очень просто создавать сниппеты их можно делать под любой язык под css под html и под все что вам только захочется на каком бы языке вы ни писали сейчас я вам показал на примере jQuery и обычного джаваскрипта вот такие вот сниппеты я сам использую постоянно как вы видите они действительно ускоряют нашу работу и такие постоянно используемые фрагменты кода можно писать очень быстро для того чтобы не писать их вручную мы создаем свои сокращения которые хотим их здесь в Visual Studio Code может быть любое количество поэтому экспериментируйте как вы видите просто очень их создавать пишите здесь описание название сокращение и код главное самое правило это код писать в квадратных скобках массива если вы знаете немного джаваскрипт то я думаю вы понимаете что это у нас массив а вот эти вот строки это элементы массива поэтому если их несколько здесь строк вот таких вот то их нужно отделять с помощью друг от друга запятой а в конце запятая у нас уже не ставится и посмотрите сейчас что у нас произойдет если мы сделаем вот такой вот снипет у нас просто появится три раза консоль как вы видите и с помощью тап мы можем курсор свой перемещать в те позиции которые мы здесь указали с помощью значка доллар вот так вот просто и элементарно создаются эти сниппеты поэтому пользуйтесь ускоряйте свою работу я надеюсь данное видео было вам полезно и теперь вы умеете эти сниппеты создавать и применять их на практике сниппетами как вы видите и тут сообщилось что у нас так что у нас не в другом потому что так